сегодня вновь продолжаю тему вот этих вот радикальных исламистов проводящих демонстрации здесь в германии на прошлой неделе в гамбурге опять была демонстрация вот этих вот исламистов но они на этот раз вышли с плакатами на белом фоне обычное слово забанены или цензура а также вышли многие из них с флагами белого цвета и черного цвета без изображения каких-либо арабских символов или каких-то букв собралась на эту демонстрацию под данным полиции около двух с половиной тысяч человек примерно две триста две четыреста человек и как сообщили из полиции эти граждане вели себя более менее сдержанно и скажем так дисциплинированно по сравнению со своей прошлой демонстрации но тем не менее главный вот этот вот радикалист радикал исламист как они их там называют эти салафисты или кто они там такие выступал опять с трибуны с этой импровизированной и посыл его был такой властям к немецкому народу о том что мол мусульманам затыкают везде в стране рот им не дают никакого права высказать свое мнение им не разрешают нигде работать их не считают за людей короче занимаются полнейшей дискриминацией чуть ли не геноцидом людей мусульманской вот это вот религиозной пробежности что конечно является полнейшим враньем у нас в германии здесь живет очень много турков по моему несколько миллионов турков они мусульмане живут сирийцы живут вот эти вот таких палестинцы блин да из ливана из из берута живут эти вот иранцы живут и многие из них 90 процентов всех этих людей которых я перечислил они работают зарабатывают зарплаты они нормально живут имеют семьи и не считают себя ущемленными в человеческих правах или еще в чем-нибудь вот эта демонстрация показывает то что власти немецкие и сама социальная система немецкая дает во многих звеньях сильнейшие сбои во-первых сбой в социальной системе любое будем их называть открыто блин теми словами которых они заслуживают любое животное припершееся сюда из какой-то там блин пустыни тут же получает социальную помощь тут же получает все социальные дотации которые не всегда получит местный коренной немец и это считается в порядке вещей это считается защитой прав человека помощью и так далее но это вот это вот создание потом она не хочет тратить свои деньги или свое время на то чтобы найти работу на то чтобы как когда-нибудь возвращать долг государству которая тебя годами вкладывала скажем так социальную помощь социальная помощь в германии здесь нехилая те кто живут германии они прекрасно знают если допустим кто-то смотрит заст за пределами германии то вот я вам говорю у нас тут бюргер гельт на каждого человека выплачивается на главу на главу 7 уплачивается уже к 600 евро на жену по моему 500 и на на детей что-то около по 400 я не знаю точно вот с этим бюргер гельтом как она про обходится но тем не менее это сумасшедшие деньги плюс за них еще платят государства за квартиры ты вот эти вот вот эти вот выродки которые собираются на эти демонстрации требуют чтобы в немецком государстве было создано государство халифат они как сказала министр внутренних дел германии нэнси фезер они играют с огнем также полиция записывает абсолютно всех вновь примкнувших к этим демонстрантам к этим радикалам ставит их всех грубо говоря на учет база данных вот за эти буквально последние месяцы в полиции этих радикальных исламистов она распухла до невероятных размеров это был первый пункт когда немецкая система дает сбои по социалу второй пункт где немецкая система дает сбои очень многие вот эти вот мигранты или называющие себя мигрантами или пытающиеся здесь получить убежище политическое или религиозное приезжают сюда без всяких идентификационных номеров удостоверение личности бумаг и так далее и доказать что это именно тот человек за которым себя выдает порой очень тяжело поэтому они здесь сидят не по несколько лет годами их терпят их называют терпимые но в какой-то момент времени государство их начинает постепенно выдворять из страны и вот вам еще третий пункт исходящий из второго когда система немецкая дает сбой и принимая сюда вот этих вот всех людей без документов без нифига типа мы сейчас потом разберемся кто они такие третий пункт это есть здесь очень много организации таких вот сердобольных идиотов интеллектуально недоразвитых которые готовы помогать любому уголовнику любому убийце любому террористу который прибежал сюда от правосудия скажем так из туниса или из алжира или из той же сирии или афганистана он прибежал сюда от правосудия зная что его там могут грохнуть здесь он получает временно пособие временный вид на жительство и тут говорит ему государство дружище ахмат юсуф ибн ибрагим ты должен покинуть страну так как ты не соответствуешь тем стандартам тем нормам которые приняты в нормальном демократическом обществе и тут же этот ибрагим бежит в эти организации и жалуется на немецкое государство эти организации за счет налогоплательщиков немецкого государства дают ему адвоката и этот адвокат долбит немецкое государство по статьям якобы нарушения прав человека дискриминации людей унижения рас и так далее так далее так далее такие случаи довольно частые но все вот эти вот адвокаты почему они за это берутся потому что из этого получают деньги неважно с клиента или с организацией они получают за это деньги вот и я пока еще не слышал ни одного случая чтобы эти адвокаты выиграли представляете что будет если хоть один из этих адвокатов выиграет такое дело вся вот эта шушера вот эти вот радикальные вот эти бородатые блин дровосеки саксаулов они поднимут свой хвост еще выше поэтому на мой сколько вот я знаю на моей памяти на моей памяти еще не было такого случая чтобы адвокаты вот предоставлены вот этими сердобольными организациями выиграли дело какого-то мы абрек ибрагима мустафы юсуфа блин против немецкое государство единственный момент который я хотел бы упомянуть еще раз потому что тема вот это все-таки такая вот животрепещущая тема сегодня она появилась завтра она не пропала она у нас эта тема переросла в проблему особенно после того когда меркель разрешила всем вот этим вот непонятно кому приезжать сюда в германию и эти непонятно кто начали насиловать женщин девушек убивать и резать людей в автобусах в поездах их стали признавать якобы несколько невменяемыми их нужно лечить их надо или сажать на пожизненно чтобы они работали на это государство которые не приехали или выдворять к чертям собачачьим блин хрен знает куда-нибудь в какие-нибудь блин островные государства где для того чтобы выжить они обязаны будут драться или с гориллами лист павианами чтобы они поняли что они животные такие же животные как те которые там прыгают по пальмам потому что с нормальными людьми вот эти вот радикальные исламисты жить не имеют права это все говорят это многие говорят политики это многие говорят социологи многие говорят экономисты все говорят но как убедить вот этих вот дебилов которые защищают от этих вот радикалов наверное их надо тоже отправить в те же банановые республики на те же островные государства, на которые, может быть, когда-нибудь начнут отправлять вот этих вот злодеев. Но немецкая полиция, немецкие криминальные службы, они не сидят просто так без дела. Они шерстят вот эти вот ливанские берутские кланы, которые запустили свои метастазы через всю восточную Германию, начиная с Берлина и Кёльна. Они закрывают их за решетки, они выдворяют их. Иногда показывают это по телевизору, иногда это не показывают. Но полиция ведет свою работу для того, чтобы успокоить более-менее вот эту вот толпу разбушевавшихся вот этих вот шершней, скажем так. Я не знаю, будет ли у нас когда-нибудь в стране порядок или нет. Тем более, что если в правительстве, в самом Бундестаге, люди не могут прийти к согласию, вот эти вот политики. Одни говорят, что этих радикалов нужно выгонять с чертовой матери отсюда. Другие говорят, вы что, это нарушение прав человека, их нельзя трогать. Они такие же люди, как и мы, просто они заблудшие овцы. С ними нужно разговаривать. С кем нужно разговаривать? С кем разговаривать, если они ни хрена не хотят понимать? И вот из-за того, что вот такие вот прения, распри вот эти вот идут в Бундестаге, в правительстве, происходит такой же бардак в стране. Когда правительство будет единогласно принимать решения по таким вот вопросам или проблемам, то тогда намного проще станет жить и намного безопаснее станет ходить по улицам. Потому что даже днем, вот сейчас вот светло, даже днем в такую погоду, вот эти вот уроды, блин, уголовники и тому подобное, шушера, бегают по улицам, по привокзальным площадям, в парках, пытаются домогаться женщин, домогаться девушек, домогаться детей, сволочи такие, насиловать. Полиция их отлавливает, отправляет в кутузку, блин. Но это же все-таки когда-то должно кончиться. Это же когда-то должно кончиться. Я не знаю. Поэтому я говорю, но я высказал свою точку зрения не один раз. Уже многократно я высказал свою точку зрения. И на канале под видео именно с такими вот темами я выставил жесткий фильтр для комментариев. Поэтому если вы хотите что-то писать, подумайте несколько раз, как написать свой комментарий, чтобы он не ушел в спам. Или в худшем случае я не отправил вместе с комментарием и вас в бан. Потому что если кто-то будет говорить, что типа я ненавистник или расовый, или я расист, или расовый какой-то там изгой, который ненавидит другие народы, этих вот товарищей, которые будут так писать, я просто-напросто буду чертям собачьим удалять со своего канала. Мне они нафиг тут не нужны. Потому что, как я уже говорил в одном из видео, живя где-нибудь в Туркменистане, в Таджикистане, блин, где-нибудь в Киргизии, блин, или я не знаю, где-то, блин, на Магадане, блин, то есть в Магадане или на Сахалине безвылазно, блин. И говорить о том, что ты прекрасно знаешь всю ситуацию в Германии, это глупо. Поэтому таких людей я даже не слушаю. Я их просто-напросто вышвыриваю с канала. Особенно тех, кто попытается меня поучать, что нужно жить миролюбиво, христианская религия именно требует, чтобы к людям относились хорошо и так далее. Того же требует ислам, но только на бумаге, но только на бумаге. На словах, на бумаге, а на деле они просто-напросто с удовольствием будут резать всех, так же, как режут баранов, для того, чтобы пожарить с них шашлык. Вот такие вот дела. Всем удачи. Пока.